К другим темам ежегодно 15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. В этот вторник в Магнитогорском военкомате он прошел в штатном режиме. Призывная комиссия в сборе, а будущие армейцы ждали своей очереди, чтобы пройти обязательный медицинский осмотр. Когда состоится ближайшая отправка и сколько младых людей отправятся на службу, расскажем в следующем сюжете. Садись на стул, закрывай левый глаз, сейчас я тебе покажу. Окулист, лор-стоматолог. Каждый призывник должен пройти огромный список врачей, чтобы попасть на службу. После прохождения медосмотра молодых людей ждет призывная комиссия. Данил Гупалов призывник. Молодой человек хочет служить в МФ. Говорит, это его детская мечта. Также Данил занимается плаванием, боксом и боевым самбо. Поэтому армия его совсем не пугает. Данил Андреевич, 2003 года рождения. Все верно? Да. Так. Данил Андреевич, какое у вас образование? 11 классов. 11 классов? Вы где-то работаете сейчас? Сейчас нет. А работали где? Да, на форму безопасности охраны предприятия сейчас. А, понятно. То есть занимались безопасностью, да? Я считаю, что долг родине надо отдать. Вот. И к тому же военный билет – это в наше время нужная вещь. Вот. Потому что без него ни на работу не устроишься, ни на права не сдашь. То есть отслужить в любом случае придется. Уже 17 ноября он отправится в армию. Его возвращение ждут родители, друзья и любимая девушка. Среди призывников и 18-летний Дмитрий Акулов. Молодой человек в военкомат пришел не один. Его поддерживает мама. Дмитрию предложили пройти отбор в президентский полк. Но попасть туда не удалось. Поэтому парень выбрал пехоту. В смысле? Захотел служить. Мы приняли решение с сыном. Есть волнение, конечно. Мы все нормальные люди, здравомыслящие. Все это понимаем. Но обстановка как бы меняется очень быстро. И, конечно, в душе я как мама и мы вообще все родители, все родственники надеемся, что о скорейшем завершении этой ужасной ситуации. Ну, вот как-то так. И, конечно, надеемся, опять же, что призывников не будут сильно брать туда, где не надо им быть. Ну, а мы будем молиться и ждать его живым, здоровым. На призывную комиссию приглашают всех граждан от 18 до 27 лет. По словам специалистов, количество уклонистов с каждым призывом только уменьшается. Ребят, у которых нет проблем со здоровьем, спрашивают, куда бы они хотели попасть. И многие выбирают Росгвардию или Морфлот. Призывная комиссия детально рассматривает каждого призывника. И кому нужно, дают отсрочки. Приносят дело призывника. Мы его рассматриваем. Там уже есть четкие отметки, что с ним. Либо он призывал, как принимается решение о призыве его в ряды вооруженных сил, либо он направляется на дополнительное обследование. Есть те, конечно, которым присылается статус ограниченно годен. Им предоставляется отсрочка. Точно так же отсрочка предоставляется тем ребятам, которые проходят сейчас обучение и имеют на нее право. Также отсрочку получают работники IT-сферы, которые работают в аккредитованных организациях. Те, кто успешно прошел медосмотр и собеседование, приходят на инструктаж. Там молодым людям разъясняют, что можно брать с собой, а что нежелательно. Отметь, у магнитогорских призывников есть возможность пройти службу в президентском полку. Но критерии отбора очень строгие. Образование, категория годности, полная семья – все имеет значение. Были у нас ребята, кто заявили на альтернативную службу. Недавно произошла призывная комиссия. В основном мы заменили ребятам. Есть ребятам, которым мы не заменили по ряду причин. Того, что они не смогли доказать того, что им нужно заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Альтернативную службу предлагаем не мы. Разнарядка приходит с Министерства труда и социальных отношений Москвы. То есть они нам присылают, где будут проходить службы. Отметив, на альтернативную службу подали заявление более 8 человек. Из них пятерым ее одобрили. Чаще всего это оказывается работа в медицинских учреждениях. У этих призывников срок службы составит 18 месяцев. Ежегодно комиссию проходит порядка 30 человек. Всего планируется призвать более 300 магнитогорцев. Призывная комиссия началась 1 ноября и продлится до конца декабря. Лада Дубовик, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.